Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. У нас сегодня 7 июля 2022 года, поговорим о главных новостях к этому часу. Кабинет британского премьер-министра Бориса Джонсона готовится уйти в отставку. Стала известна фамилия нового фаворита на место действующего премьер-министра правительства Ее Величества. В Херсоне оккупанты массово сжигают тела собственных убитых военнослужащих, а президент Зеленский сделал заявление о том, что наконец полученная от западных союзников техника приводит к перелому в войне. Обо всем этом поговорим далее. Начнем, как всегда, с подведения свода Генштаба Вооруженных сил Украины по российским военным потерям по состоянию на 7 июля. Итак, общее количество уничтоженных российских оккупантов достигло 36 650 человек или плюс 150 за сутки. Свыше 1000 российских оккупантов находятся в украинском плену. Сбито 217 самолетов, 187 геликоптеров, 1602 танка уничтожено плюс 2 за сутки, 3797 БМП, БРДМ плюс 8 за сутки, 815 артиллерийских систем плюс 3 за сутки, 107 средств ПВО, 247 средств РСЗО, 2665 различного типа колесной техники, плюс 17 за сутки, потоплено 15 кораблей и катеров, и уничтожено 667 оперативно-тактических БПЛА или плюс 3 за сутки. Ну, а начнем с приятной новости. Генштаб Вооруженных сил Украины разместил видео, на котором видно, как над островом Змеиный вновь поднят гордо государственный флаг Украины. Ранее спикер оперативного командования ПИВДы, Наталья Гуменюк, сообщала о том, что над островом Змеиный был сброшен с вертолета государственный флаг Украины, а вот теперь он уже установлен. И соответствующее видео, и фотоматериалы сегодня появились на каналах Генштаба Вооруженных сил Украины. Идем далее. Премьер-министр Ее Величества Борис Джонсон сегодня, скорее всего, объявит об отставке. Эту информацию сообщили источники британских телеканалов Sky News и BBC. Причина отставки правительства Бориса Джонсона, недоверие к нему со стороны членов Ее собственного кабинета министров. Ситуация обострилась вчера, в среду, когда ряд действующих членов правительства Бориса Джонсона заявили об отставке. И вот сегодня стало известно о том, что правительство действительно готовится уйти в отставку. Сам Борис Джонсон пытался избежать этого решения и действовал достаточно жестко и достаточно прагматично. Но, тем не менее, уже сегодня информация об его отставке подтверждается несколькими источниками. Также сообщается о том, что Борис Джонсон планирует руководить деятельностью правительства, пока новый премьер-министр не будет избран в октябре. При этом, избирательная гонка за пост нового лидера партии консерваторов начнется уже этим летом и сообщается о том, что новым фаворитом на место премьер-министра правительства и величества стал министр обороны Бен Уоллес. Да, безусловно, мы видим сегодня крики радости, которые раздаются от всякой пропагандистской мразоты, начиная от Скобеева и заканчивая Соловьевым, которые сегодня просто визжат от восторга, связанного с отставкой правительства Бориса Джонсона. Не стоит здесь искать русский след, они далеко не настолько всемогущие, это внутренняя проблема, связанная с тем, что Джонсон прикрывал деятельность одного из членов своего Кабмина, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам. И, несмотря на имеющиеся факты, таки назначил его на должность в правительстве, и вот теперь, очевидно, за это придется заплатить. Тем не менее, деятельность Бориса Джонсона заслуживает всяческой похвалы и одобрения. По сути, он был драйвером всей этим путинской коалиции, во многом подталкивая к более активным, решительным действиям, в том числе, администрацию американского президента Джо Байдена. И мы должны быть, безусловно, благодарными Борису, что он был первым лидером свободного мира, который приехал в военный Киев, когда Украина уже подвергалась ракетным обстрелом со стороны российских оккупантов. Теперь более подробно о возможном кандидате на его место. Министр обороны Британии Бен Уоллес также является членом консервативной партии. Согласно новому опросу, среди членов действующей партии власти Бен Уоллес является самым популярным и самым явным фаворитом на победу в соревновании за лидерство в партии. Он побеждает всех, включая действующую главу форин-офиса, также известнейший своей жесткой антипутинской оппозиции Лиз Трасс. Бен Уоллес это, наверное, лучший вариант замены Бориса Джонсона, если все-таки это произойдет, поскольку он был самым активным, вторым по активности в кабинете министров действующего премьера, активно помогал Украине, делал ряд очень громких заявлений, в том числе в отношении Путина и всей российской верхушки и выступал в числе главных тех чиновников, которые поддерживали увеличение военной помощи Украины, и он стоит, собственно говоря, за, в том числе, планом Рамштайн, который был принят на американской авиабазе еще в марте этого месяца, когда было принято решение о широкомасштабной поддержке Украины путем предоставления ей военной помощи. одним словом, даже если отставка Бориса Джонсона и произойдет, на его место придет точно такой же ястреб. Поэтому радоваться на месте кремлевских пропагандистов я бы не стал, если действительно это будет военный министр. Ситуация для Кремля не только не улучшится, а возможно даже еще и ухудшится. Поддержка Украины в политикуме Великобритании, в британском обществе является железобетонной и Британия по-прежнему останется страной номер один по повлиятельности, по уровню поддержки, опережая в этом даже Соединенные Штаты Америки, что в принципе само по себе прекрасно, согласитесь. Идем далее. Значит, в вчера стало известно о том, что президент Зеленский сделал громкое заявление относительно того, что наконец западная техника начала работать и это правда за последние 10 дней за ИСУ уничтожили 11 складов крупных с БК с боекомплектом российским, причем удары наносились эффективно далеко за линии фронта и на юге Мелитополя, в Херсоне, в Донецке, в Макеевке было уничтожено значительное количество толовых баз. Здесь с этим, собственно говоря, и связана сейчас некая пауза стратегическая, которую взяла Российская Федерация, взял Путин, который формально заявил о том, что он дает некое послабление, некое послабление, некую возможность отдохнуть и как мы понимаем, что вот эти самые хаймарсы, которые мы получили от западных союзников в новом количестве, даже в том небольшом формате, в котором мы действуем, в том малом количестве, оказываются намного более превосходящими по своим боевым характеристикам российские РСЗО. Во-первых, и по дальности действия, во-вторых, по эффективности, точности попадания. Мы видим, что нащупали, нащупали слабое место, нащупали Ахилесову Пету в позициях российских оккупантов и теперь, уничтожая тыловые базы, уничтожая подвоз БК, ЗСУ, по сути, ну, если не совсем поставят на паузу, то значительно осложнят для российских оккупантов продвижение, наступление, в первую очередь, в направлении Славянска, а также на Изюмском направлении, а также дальнейшие попытки продвигаться в направлении Краматорска, Бахмута и Константиновки, о которых, в принципе, в российском командовании заявляли, не скрываясь, и заявляют о том, что это является следующей целью, следующей ближайшей целью этого самого, собственно говоря, наступления. Ну, и выводы западных разведок, британских, в первую очередь, свидетельствуют в пользу того, что у русских сейчас возникли очень серьезные проблемы, которые они, безусловно, будут пытаться скрывать, в том числе связаны и с мобилизацией, Путину категорически не хватает этого самого мяса пушечного, и вот еще одно свидетельство, помните скандал с вратарем хоккейной сборной России, Федотовым, которого призвали в армию, сейчас ему угрожают за то, что он пытался откосить до двух лет сегодня тюремного срока, сегодня пришли за следующими хоккеистами, за нападающим Миннесотой Уайлд Кириллом Капризовым и за форвардом, интересно, Центрального спортивного клуба армии, ЦСКА, Павлом Корноухом, их обоих подозревают в покупке военных билетов, Капризов недавно продлил контракт с клубом НХЛ Миннесота Уайлд на пять лет зарплатой в 9 миллионов в год, а теперь этот мультимиллионер пойдет служить в Кирзачах, пойдет служить в российскую армию. Какая прелесть, как говорится, побольше бы таких новостей. Ну и еще одни интересные новости о действиях ЗСУ. Очень интересно, сайт база сообщает о том, что сразу два российских пограничных пункта накануне были атакованы в Курской области с помощью квадрокоптеров. Около 12.00 два квадрокоптера одновременно скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные близи сел, Елизаветовка и Гордеевка. как говорится, нас там нет. Продолжим так рассказывать. И еще одно видео. В Бурятии потихоньку назревает бунт, связанный с массовой гибелью и тем, что буряты наконец-то осознали, что они для русских люди даже не второго, а третьего сорта и даже не пушечное мясо, а нечто похуже. Об этом сообщают местные правозащитники о том, что сейчас назревают бунты и многие представители бурятской национальности военнослужащие российской армии отказываются продлевать либо разрывают действующие контракты с российскими вооруженными силами. Ну и наконец, еще одна смешная новость. Спикер Госдумы Вячеслав Володин угрожает забрать у Америки только не смейтесь штат Аляска. Об этом он заявил. Цитата Америка пускай всегда помнит там есть часть территории России Аляска. Ну, как говорится больным нет покоя. Кстати, по поводу больных еще одна смешная новость. Дмитрий Медведев бывший российский президент человек недоразумения ныне зам секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Так вот полученные данные с той стороны о том, что с Дмитрием Медведевым на следующей неделе начинает работать психиатр. Предварительно установлен график контактов четыре раза в неделю. При необходимости график будет пересмотрен. Ну, в общем-то, наверное, секрет психического нездоровья Дмитрия Медведева раскрыт. Тема раскрыта. Продолжим наблюдать, друзья, за развитием событий, за особенно ситуацией в британском правительстве. Нам очень важна, чтобы возможна ставка кабинета Бориса Джонсона никак не повлияла. Я уверен, она не повлияет никак на самом деле на вопросы поддержки Украины. Кстати, смотрите новый проект Герои среди нас на моем канале. Сегодня выйдет очередная премьера в 18.30 по киевскому времени с майором с позывным Вовк или Волк. Посмотрите, очень интересное интервью, которое я записывал на передовой. Прямо на передовой. Спасибо, друзья, за просмотр. Еще раз подписывайтесь на мои аккаунты в соцсетях, поддерживайте наш канал на патреоне и через Paypal. С вами был Тарас Березовец. До новых встреч. Слава сбройным силам Украины. Слава Украине. Пока-пока. Тарас Березовец. Слава Березовец. Слава Березовец. Слава Березовец. Продолжение следует...